Эти кадры мы снимали в понедельник, но горожане говорят, так ездят почти в ежедневном режиме. Тяжело, утром всегда народу очень много, автобусы переполненные, ну так в принципе уехать можно. Более-менее уступают, но зайти, я просто стояла, 40 минут ждала, пропустила 10 автобусов, потому что зайти нереально, чтобы тебе даже место уступили. А мне пофиг, я редко езжу. Проблемы есть, признают в городском комитете по дорожному хозяйству. Ее решением уже занимаются. Планируют перераспределить маршруты и скорректировать расписание, так чтобы уехать смогли все желающие. В вечерний час пик стараемся не в то расписание плановое, которое есть, а его сокращать. То есть интервал делать между автобусами меньше 5 минут, 3 минуты. Я сам периодически езжу, я прям видел, что на том же площади текстильщиков на Калинино в 53-м ехал, он туда подъехал, он реально был полный. Следом буквально через минуту уже в зоне видимости подошел следующий автобус. Кондуктор спокойно объяснил, идет следующий автобус. Уважаемые пассажиры, вы спокойно войдете в следующий автобус. Помочь снять напряженность нехватка автобусов должен и транспорт, который все лето возил на дачи садоводов. Совсем скоро эти маршруты закроют и автобусы направят на нужды городского транспорта. Где-то до 15 октября, в зависимости от погодных условий, у нас уже большие автобусы и водители будут высвобождаться. На каждом предприятии, как раз где такие маршруты перегружены, мы будем добавлять. То есть к этому мы тоже сейчас готовы. По словам Валерия Ведяшкина, пассажиропоток по статистике не увеличился. Но так как троллейбусом и трамваем из-за ремонта моста пришлось изменить привычные маршруты, гораздо большая нагрузка легла на автобусный парк. Власти мониторят ситуацию и надеются, что с учетом корректировки она изменится в лучшую сторону. А горожанам советуют с пониманием относиться к ситуации на дорогах и заранее планировать свои маршруты. Татьяна Голубева, Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.